Создание. История. Уилсон Ип, режиссер. 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 Я уверен, что боевая хореография в фильме будет несомненной вишенкой на торте. Уилсон Ип, режиссер. Хотя моя травма оказалась незначительной, но удар тайского боксера скользнул по моей щеке. У них действительно был жесткий бой. Я получила по лицу. Одним из основных моментов фильма был зрелищный бой между Ипманом и Майком Тайсоном. Сложная хореография боя Иен Вупина усилила идеальную работоспособность мирового чемпиона по боксу. Мы были очень счастливы, что Тайсон принял участие в нашем фильме. И это было замечательно, наконец-то, встретиться с ним лично. У Тайсона и Иена в фильме схватка, которая имеет очень большое значение. Настолько стремительная, насколько же и самая захватывающая сцена в фильме. Это мое первое появление в экшен-фильме, поэтому я подошел к нему, соответственно. Я начал изучать его движения и всегда слушался его. Он обучал меня, что и как я должен делать. Я слушал и делал то, что он мне говорил. Кроме того, что он известен как чемпион мира по боксу, все мы знаем, насколько мощные удары Тайсона. Сотни фунтов силы, драться с ним значит испытывать огромный прессинг. Ошибка в координации могла закончиться для меня нокдауном. В одном эпизоде его хук вышел опасно быстрым. И хоть я и успел быстро поднырнуть под его кулак, я все равно почувствовал, как воздух от его удара все же коснулся моих волос. Но самая сложная сцена, конечно же, это поединок между Максом, Джангом и мной. Это был мой первый опыт съемок с Джангом. Он уникальный актер боевых искусств. Замечательный поединок Вин Чун. По моему мнению, он раскрывает истинную суть Вин Чун. Не было никаких специальных хитростей типа скрытой проволочной конструкции. Это демонстрация реальных приемов Вин Чун. Это самая захватывающая изюминка в фильме. Этот поединок поднимает боевую хореографию на новый уровень. Эта роль сподвигла меня стать более зрелым, более вспыльчивым в действии. Спасибо огромное за то, что вы поддерживаете трилогию Ипман. Ну и на десерт. Небольшой ролик со съемки поединка Донни и Тайсона. Здесь текста нет, поэтому я просто сделал пару заметок от себя. Собственно, это мы видим локацию, так как в кино называют место, где происходит съемка. Камера, на которой снимают фильм, это видеокамера Ария Лекса Эсте. Это сам легендарный постановщик трюков Юэн Лупин. Учился в той же школе, где Иджи Кичан с Амахунга много раз раньше. Он, кстати, тот, кто и привел юного Донни Йена в кинематограф. Вот тут момент, либо Донни использует насадки под щеку, чтобы щеки казались более выдающимися. Либо это капсула с искусственной кровью, чтобы в кадре кровь вытекла изо рта. Ну тебя бьют, ты просто раскусываешь зубами, и оттуда вытекает жидкость, похожая на кровь. Ну и, естественно, отсмотр снятого материала тут же, чтобы удостовериться, что все хорошо снято или не все хорошо. Вот эти ребята, которые окружают Донни, это группа каскадеров, его и Йена Лупин. А вот, кстати, крупным планом реальная наколка на плече Майка Мао Цзэдун, создатель современного китайского государства. Реальная китайская историческая личность. Здесь Донни явно не нравится дубль. Донни вообще этим славится, как и Джеки Чан. Любой дубль оттачивает по многу раз. Это вот так называемый скрипт-супервайзер записывает данные от снятого дубля с комментариями и примечаниями режиссера. А это вот показывает на ноуте режиссер черновой монтаж нескольких только что отснятых кадров, чтобы понять, все ли устраивает режиссера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok